И так жилые комнаты Павла и Марии Фёдоровны. Они всегда были значительно скромнее парадных залов, где действительно жили. И вот так в конце XVIII века выглядел так называемый малиновый кабинет Павла. Марина Матеваса под светогребки мебели, драпировки на окнах. И стены тогда при Павле были выкрашены в такой очень модный, как тогда писали, пюсовый тон. Пюс во-французский – блоха, цвет лохи. Его в моду ввела французская королева Мария Антуанетта. И здесь в этом кабинете Павел читал, писал и с документами работал. Поэтому у одной из стен рабочий стол пюро, а в церкви стол игральный. И этот стол относится к замечательному семейству, как сейчас пишет, трансформируемая мебель. А раньше такая мебель называлась механической, потому что она имела разные секреты. Потайные механизмы, кнопки, рычаги, с помощью которых меняли размер мебели и ее назначение. Вот этот столик пять в одном. Во-первых, у него сметные верхние части, столешницы. Их можно было откидывать и переворачивать, как страницы у книги листаем. Открываем первую столешницу, играем в карты. Она затянута зеленым сукном, а еще есть клящичек потайной. Там хранили колоду с картами. Следующая столешница для игры в стоклеточные шашки. И если ее перевернуть, стол становился письменным. А если нажать на потайной рычаг, он и сейчас действует. То есть в центре выскакивает ящичек с принадлежностями для игры в трик-трак. Это французское название. Столили восточные лиги, которые мы знаем как нарды. А в сложном виде стол выполнял его подставки. Столили базу, канделябры. У него еще все ножки отвинчиваются. И в таком виде стол удобно было поместить в ящик и брать с собой в дорогу. Проходите сюда. Маленькое помещение. А это общий кабинет называется. Потому что это было место, где собиралась семья. Место семейных собраний. Это небольшая картинная галерея. Наверху портреты. Здесь это работа профессиональных художников. Есть портрет самого Павла слева. Он уже император здесь. Он в мундире преображенского полка. А начиная с Петра I все российские императоры были шефами преображенского полка. А на центральной стене, справа, наверху, портрет Марии Федоровны. Ей там 17 лет всего. Через год после свадьбы. Стройна, как нимфа. Цвет лица розы и лилии. Прелестнейшая в свете кожа. Высокий рост с размерной полнотою. Легкая поступь. Кротость, доброта сердца и искренность выражаются у нее на лице. Так о юной Марии Федоровне писала ее свекровь, мать Павла Екатерина II. А это большой семейный портрет. Вот здесь. В истории императорской фамилии Романовых это был первый общесемейный портрет. До Павла ничего подобного не было. А здесь вся семья Павла и Марии Федоровны. Детей, правда, уже не 10 изображено, а только 9. Потому что маленькой Ольги Павловны, предпоследней дочери, уже тогда не было в живых. Она в 2,5 года умерла. И на заднем плане маленькие бюсты ее изображены. А вообще Марии Федоровне, помимо трагической гибели мужа, она очень тяжело смерть Павла переживала. Ей пришлось пережить еще смерть пятерых из 10 своих детей. Но сейчас прямые потомки Павла и Марии Федоровны, конечно, уже дальние, но самые прямые их потомки, они до сих пор правят в современных европейских королевских домах. В Испании, в Голландии и в Англии. Вот нынешний новый король Англии Карл III, он самый прямой потомок Павла и Марии Федоровны. Он их 4 раза прав, внук Полине их сына Николая, Николая I. Вот Мария Федоровна сидит в белом платье, у ног ее мальчик маленький, это Николай, будущий император Николая I. И внучка Николая I, она прабабушка нынешнего английского короля Карла III. А нижний участок занимает любительские работы. Помните, я говорила, Мария Федоровна рисованием еще очень увлекалась. И действительно большая часть это ее собственноручные рисунки, они у нас сохранились. А рядом еще один кабинет.